Всем привет! Продолжается тыквенный марафон и сегодня я готовлю ужин. Это будут котлеты. Конечно, котлетам приготовим и гарнир. Для этого, для котлет нам понадобится мясо. Здесь у меня мясо курицы, курица домашняя. Я вообще курицу использую только домашнюю, никогда не покупаем промышленную. Разбираем ее на запчасти, все детали идут на бульоны или на супы. А вот грудки, они обычные, сухие, поэтому я их только использую для котлет. Здесь две грудки, они небольшие от двух кур, потому что курица беговая вообще. Также нам понадобится, так как у нас тыкви на неделе, понадобится, конечно же, тыква. Я использую тыкву. Также можно использовать и кабачок. Вообще, первоначально, когда я этот рецепт задумала, то использовала кабачок для того, чтобы котлеты получились сочные. Потому что грудка суховата, здесь нет уже, я не добавляю никакого сала, никакого жира. Поэтому, чтобы котлеты не были сухие, я добавляла кабачок. Очень получается сочно, вкусно. И как-то я попробовала добавить таким же образом тыкву, и получается не менее вкусно. Тыква в котлетах не ощущается вообще. Поэтому смело добавляйте тыкву, и котлеты у вас получатся очень и очень вкусные. Затем буду добавлять лук. Лук добавлю не весь, это многовато. А вот такое количество будет достаточно. Конечно же, яйцо пойдет. Также при тушении буду использовать зелень, любую пряные травы, какие вы любите. У меня это сушеный базилик, сушеный чабрец, лист лавровый, горький перец горошком и душистый перец горошком. Затем панировочные сухари. Из пряностей приправ я буду добавлять обязательно сванскую соль. Я ее обожаю. И также абхазские приправы. Здесь смесь и соль. Все как обычно. Так, и для начала, конечно, мы нужно перекрутить фарш. Куриную грудку и лук я перекрутила. Теперь берем кусочек тыквы. Я на такое количество мяса беру примерно 100 грамм, но не больше. И на мелкой терке натираю. Тыква натерта. Готово. Чуть не упустила очень тоже важный момент. Я еще беру маленький кусочек хлеба, обрезаю корку и замачиваю его в молоке. И тоже добавляю в фарш. Кусочек беру прям маленький совсем. Пока будем дальше готовить, он как раз размочится в молоке. Нет молока, можно размочить просто даже в воде. У меня тоже было такое, что нет молока, размачивала в воде. Так, все. И теперь добавляем тыкву в фарш. Так. Вбиваем одно яйцо. Добавляю сванскую соль. Но щепотки две, не меньше. Сванская соль, кто не пользуется, обязательно попробуйте. Отличная приправа. Добавляю смесь приправ абхазских. Щепотки две. Достаточно будет. Я пока обычной солью не солью, потому что сванская соль, она предусматривает в себе содержание соли. Поэтому я сначала все добавляю уже в конце. Если не будет хватать соли, я подсаливаю. Добавляем хлеб. Он уже размок. И все перемешиваем. Всегда все делаю руками, без перчаток. Руки у меня чистые. Делаю для своей семьи, поэтому могу себе позволить это. Нужно будет очень хорошо перемешать, чтобы специи, яйцо, все разошлось. Соединилось с фаршем. Вообще правильно, что когда вы замесите фарш, грубо говоря, то он должен постоять. Мясо должно выделить вот эту клейковину. И когда фарш постоит, то котлеты очень хорошо при жарке схватываются. Они у вас никогда не развалятся. Фарш отдохнул минут 10. Этого достаточно. Пока отдыхал, я уже поставила картофель вариться на пюре. Картофель отвариваю в небольшом количестве воды. Тогда пюре получается намного вкуснее. Конечно, я его сразу подсаливаю. То есть воду. Поставила уже сковородку на огонь. Добавляю растительное масло. Небольшое количество. И начинаем формировать котлеты. Руки я всегда смачиваю в воде, чтобы фарш не прилипал к рукам. И котлета формировалась красиво и быстро. И обваливаю в панировочных сухарях. Небольшие делаю. Я сразу сковородку разогреваю на большом огне. Потому что изначально я их очень быстро обжариваю до образования корочки. И уже потом подтушиваю. Все. И начинаем выкладывать и обжаривать. Сковорода должна очень хорошо прогреться. Тогда и котлеты не прилипнут. И быстрее образуется корочка. Вот так. И теперь добавляем горячую кипяченую воду, совсем немножко, чтобы котлеты протушились, так как я их просто обжарила с каждой стороны не более чем по полминутки для образования вот такой красивой корочки. И сейчас они у меня просто в водичке подтушатся. После добавления воды тогда я уже добавляю специи. Это лавровый лист, базилик, чабрец и перцы душистые и черные. Все, я оставляю тушиться на минут 15. Так, и пока готовится пюре и тушатся котлеты, я приготовлю квашеную капусту. Ну, то есть я ее уже заквасила на прошлой неделе, сейчас я ее просто доделаю. Я режу лук репчатый, это как раз остаток лука от котлет. Достаю квашеную капусту. Между прочим, рецепт квашеной капусты есть у меня на канале, можно зайти посмотреть. Сейчас, знаете, еще такое время наступает, когда переход осени и зимы тянет на солененькое, на квашеную капусту, на салат по-петровски, на всякие корейские салаты. Вот этот рецепт квашеной капусты мне очень нравится. Идеально. И просто поесть ее вот так, как салатик, и приготовить винегрет. Тоже замечательно. Добавляю репчатый лук. Немножко его помять, чтобы он мягче стал. Так, и обязательно добавляю... Здесь у меня находится масло растительное. Это масло такое пахучее, нерафинированное, между прочим. Это мы, когда ездили в Ростовскую область, сдавали семечки подсолнуха и на маслобойню. И нам вот выбивали на масло. Как это правильно говорится, не знаю. Ну вот, примерно, чтобы получить 9-10 килограмм подсолнечного масла, растительного, да, нужно сдать мешок семян подсолнечника. Ну, это плюс-минус, потому что все зависит, какая семечка у вас подсолнечника. Бывает более маслянистое, менее маслянистое. И очень вкусное пахучее масло получается. Все, и в этот салат больше ничего не нужно в эту квашеную капусту. Масло настоящего, пахучего. И немножко репчатого лука. Все, салат готов. Вот пюре вроде бы одно и то же, а все делают его по-разному. И получается у всех по-разному. Но каждый считает, что у него самое лучшее получается пюре картофельное. Я сливаю воду всю полностью, не оставляя никакой там жидкости. Я люблю картофель мять, когда он сухой. Беру обычную толкушку и начинаю мять. Я картофель разминаю сначала полностью на сухую. И только тогда добавляю сначала чуть-чуть воды картофельной. Затем добавляю грамм 100 сливок. Опять размешиваю хорошо. Затем добавляю сливочное масло. Ну, таких хороших пару кусочков. И опять хорошо размешиваю. Емкость сделала немножко маловато, чтобы ее прям хорошо-хорошо толкушкой взбить. Но все равно все получилось. Картофель получается очень вкусный, очень нежный. Котлеты готовы. Сейчас я хочу показать саму котлету. Вот так она выглядит. Смотрите, как красиво получается. Они не просто красивые, но очень вкусные и очень нежные. Я думаю, что ваши дети это оценят, особенно маленькие. Еще раз повторю, что тыквы в котлетах не ощущаются вообще. Очень быстрый и очень простой рецепт. Вы должны это попробовать обязательно. А я хочу вам пожелать приятного аппетита. Наш тыквенный марафон продолжается. На все предыдущие рецепты с тыквой я оставлю ссылки. Смотрите под этим видео. Всего вам самого хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok